а вот как раз таки лучше бы к хамаду послушала бы это намного было бы интереснее чем блогеров всем привет всем привет я марго и я звезда постоянно постоянно меняется погода солнце дождь солнце дождь всем привет почему дочь так часто меняет ник мне кажется это не вопросы не ко мне я не интересуюсь такими они мне кажется не настолько интересны почему она меняет ник часто наверное дети вам нравится менять ники это мы уже взрослые сидим с одной фоткой с одним ником уже все устоялось голове в нашей мне кстати брови не красится так шикарно и после того как у меня выпали брови брови это девочки нет вот видите у меня проблешенка после того не сделали укладку кстати у меня девчонки здесь затмение ждешь конечно жду я вчера настолько удалила фотографии я хотела все удалить но чтобы все фотографии удалить нужно вообще удалить настройки потому что мы тут на курсе когда курс начинался тоже удаляли я решил вообще все удалить и не могу удалить как у меня чаты с курсами девчонками с кими работаю поэтому делать такое но я бы все удалила прям знаете когда хочется все почистить почему именно краснодар здесь ведет на истра сейчас поэтому нет мне надолго надо уже ехать москву много кушаешь за день ну вот два дня мне какой-то жор был но два раза три раза в день не больше нет такого и я еще отказалась сейчас от говядины и думаю что в дальнейшем я буду отказываться еще от мяса сообщение не тут подождите у нас аномальное лето в этом году везде да аномальное лето в этом году ничего страшного мы уже привыкли вы заметили мне кажется сколько лет мы живем на что-то аномальное что-то аномальное происходит вокруг может в детстве просто не обращали на это внимание у на стену аномальная жара аномальная аномальные холода аномальное то все так у меня ресницы если вы не заметили уже все конечно же они есть на глазах но они отрастают начинают падать вниз я показывала еще в сочи кстати я завтра иду на ресницы класс я вам показала завтра иду на ресницы и думаю что сделать объем натуральный как вы считаете вот говорит что мне натуральный цвет волос идет новороссийск новороссийск тоже красиво мне очень нравится наша россия и вы посмотрели мой пост почему села ну почему 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 вы такую красоту вам показала так красиво действительно такой парк красивый я была в сингапуре в сингапуре очень красивый парк конечно он отличается но этот парк на втором месте для меня я просто нигде такое не видела очень красиво очень-очень у меня я взвесилась поправилась 53 килограмма 53 54 но у меня все кто видит уже за пару недель четыре человека кто меня видел сказали мне какая-то маленькая худенькая а в инстаграме ты большая крупная как будто 60 килограмм весишь и что у меня такие формы а так на у меня грудь есть бедра а так я видите какая худенькая будешь волосы наращивать не знаю сейчас пойду в москву красить и там решим донороза цветет донороза цветет и пахнет кстати завтра к вике опять пойду и мы на бассейне наверно у него стоит на гвозди что за парк краснодаре я его отметила сохраняйте приезжайте даже ради этого парка стоит приехать краснодар потому что это действительно ты смотришь и ты попадаешь в будущее и там очень крутая энергетика полежать позагорать просто просто помечтать нет я не переехала в краснодар я не смогу жить блин после москвы конечно тяжело где-то жить что решили в геленджик едете ой не знаю не знаю не знаю может москву пойдем что дается состояние на гвоздях у всех разные запросы у меня не было такого прям запроса у меня есть некоторые сферы которые бы я хотела подтянуть и также вот как мы с вами говорили про отношения я поняла что это я вся такая бяка типа не хочу не буду мне не надо вот я стала на козли у меня отвалилась все мелкие вот эти проблемы которые связаны с работой потому что ты когда работаешь там с командой плюс еще какие-то технические ситуации происходят у вас да и но ты хочешь делать на сто процентов и вот это все что было мелкое что вообще не нужно обострять на этом внимание отвалилась у меня отвалилась класс кто-то приходит запросом и что-то видит я ничего не увидела потом у меня были сны конечно же то что я в чем-то сам не сомнения у меня были в голове видимо это пришло что не должно быть никаких сомнений вообще не существует сомнений это все мы сами себе придумываем это наш старый опыт который всплывает у нас и вот эти страхи сомнения это наш старый опыт который приходит каждый день мы начинаем жизнь нового листа а все остальное это старый опыт старый опыт от которого нужно избавляться вот мы на курсе избавлялись и у нас такие результаты девчонок кого-то даже выворачивала тошнила крутит тебя потому что твое вот старое я начинает защищаться твой мозг уже привык быть в этом состоянии станет страдалец или негативщица вот и входить новое отпускать этот старый багаж многим конечно тяжеловато длинные или короткие ногти ну я последнее время вообще видите натуральный делаю и цвет натурал очка ухожу будешь наращивать волосы не знаю почему именно блом потому что он не идет так краснодаре совсем недорого девочки у многих недорого везде люди говорят в таиланде недорого на бале недорого я смотрю на людей я вытрачу деньги одинаковые везде если брать такси такое конечно же расстояние здесь другие поэтому недорого а все остальное в ресторанах но как бы мы также кушаем с ребенком как и в москве поэтому это все зависит от ваших финансов и от того как вы живете от курса балдеж да от курса балдеж и благодарность и вообще пришли те люди которые должны были прийти ко мне на этот курс что за блеск на губах ой я не помню девочки девочки расскажите которые все время показывала я не хожу солярий по сравнению с геленджиком дешевле я не знаю в какие места вы ходите извините если человек ходит все таки в места которые примерно одинаковый ценник то такие места и ходят везде есть дорогие рестораны везде дорогие гостиницы что в крыму извините было 7 лет назад когда он только крым стал наш там номер у нас стоил семьдесят пять тысяч семьдесят пять тысяч в ялте и это был не супер люкс супер люкс жил выше левс он по-моему сто с чем-то стоил в сутки поэтому везде есть дорогие места везде есть дешевые когда я с человеком встретиться не знаю остальное не получится я даже не знаю где он он мне не писал больше извините что я ем где влада она сидит в комнате она обиделась на меня из-за того что я выложила эти видео так бывает я не интересуюсь жизнью других людей тем более семейный пар вот сплетни сплетни обсуждения это очень забирает энергию я в один момент от этого ушла но потом ты попадаешь к определенной компании где это есть ты понимаешь что если ты не будешь об этом разговаривать с тобой не буду разговаривать люди и поддерживаешь разговор но это неправильно это не есть хорошо и делать не надо как и свободных отношений войти в нормальный с этим же человеком нужно обсудить это и все для чего нам зачем нам дан язык эрот чтобы мы могли разговаривать мы разговариваем с вами говори что мы думаем не надо ничего придумать все в голове пожалуйста просто говорим что мы хотим нет мне никто не помогает никто не помогает кто не спрашивает ничего привет в определенной компании а вот дженни написала что свидание это цветы слава считает то же самое а я знаю мужчин который не дарит цветы но они могут подарить что-то еще больше свою заботу например которая будет глобально понимаете вот есть просто придет парень подарит цветы на свидание есть мужчины которые подарят вам свою заботу и они проявят ее конечно же прям на все сто очень тяжело ходить на свидание когда у тебя уже в жизни были такие мужчины которые просто ну класс будете ставить брекет да владе будем ставить брекеты наверное я с владой буду ставить брекеты но еще не точно что себе посоветуйте что можно сегодня сделать приходите к нам на практику но сегодня конечно же пропишите желание прописывайте желание четко мне есть что перепрописать потому что все мои цели сбылись но вот три нужно будет дописать и перепрописать я все пишу каждый день у меня каждый день прописан сейчас я покажу вам у меня ежедневно поэтому страт равного цвета листочки где-то я пишу мысли я начала переписывать курс который у нас сейчас чтобы немножко я за то что все было легче проще вот сколько времени вот и поменял листочки 5 июня 6 июня ну и так далее я все прописываю начинать с благодарности вот это все нужно еще переписать я честно не особо заморачиваюсь насчет солнца хотя надо уже наверное все таки начинать сегодня уже поздно делать очищение я считаю что очищение никогда не поздно делать никогда не поздно конечно лучше было вчера это делать но я считаю никогда не поздно очистится у вас бывает что настолько все накопилось что сам организм некоторые девчонки выкидывали перед вот перед нашим курсом уже выкинули все потому что у них это само пришло само по себе потому что многие из нас женщины живут по лунному календарю и я считаю никогда не поздно если уже у вас вот здесь стоит выкидывайте все удаляйте выкидывайте кстати нужно чистить все чаты телеграм-каналы а как почистить мне инстаграм скажите пожалуйста в сообщения в директе как почистить у меня их столько вы представляете сколько у меня сообщений за столько лет в директе скольким людям я ответила сколько реклам сколько всего я не знаю мне нужно нанять человека который мне почистить все сообщения в инстаграм я хочу это потому что я натыкаюсь на сообщения вот например мы там переписываем с кем-то друзей и я решила почитать сообщение которые выше ну я не могу сказать просто мат на мате какие-то шуточки непонятные я девушка и так материлась просто лист тебя есть ребенок не девочку взяла которые ходят похожие на меня со мной просто вы развелись лёша не знаю краснодар но здесь нужно тогда ну я здесь не смогу потому что но это не москва здесь немножечко все по-другому люди другие вот столько желаний у тебя но мне не желание мне я больше это называют целью уже чем желание цели ставишь цель определенные шаги к ней потому что если ты просто поставил себе желание сидишь и думаешь что оно сбудется да но сбудется вселенная подстроить для тебя но это может быть через пять семь десять лет пятнадцать лет но если ты хочешь чтобы быстрее все это сбылось то ты должен показать вселенной что ты готов к этому желанию тебя не должно быть блоков к этому желанию потому что ты можешь хотеть бугатти но у тебя вообще блок стоит на бабке и хоти не хоти не получится тогда твое желание точно не сбудется вот и конечно же идти к этому желанию делать шаги показывать что ты готов я могу я хочу делать определенные шаги тогда оно сбудется намного раньше ну материально вообще раньше сбывается желание так сладость сложно воспитанию я не могу сказать что у нас сложно у нас такие какие-то свободные отношения были сейчас я уже чуть-чуть построже надо чуть-чуть построже она сразу у нее отношение другое прям вообще замечательно но у нас нет такого что мы ругаемся истерики вот сегодня она обиделась на меня не знаю второй раз за четыре месяца она обиделась может быть но это быстро проходит поэтому у нас нет я не знаю что это такое я ни с кем не ругаюсь развестись Леша и тогда это как вы относитесь к штампу как бы я к нему отношусь так я прожила семь лет с мужчиной и я была в браке когда я его встретила и потом семь лет с ним прожила ну и знаю много историй и знаю как раз таки практика которые и выходили замуж потом уже за мужчин которые были до этого в браке но у них были плохие отношения они уже разводились и наоборот женщины были в браке встречали других мужчин при этом эти люди которые занимаются духовным развитием вот здесь немножко наверное про жизнь про мышление и то что твое оно к тебе придет не важно какой Леша я не знаю почему-то люди спрашивают до сих пор у тебя есть чувства к Леша вы серьезно? конечно нет может быть Лада сейчас тебя смотрит ну пускай смотрит она может смотреть меня ну вы можете писать когда люди пишут должен никто никому ничего не должен понимаете о чем я говорю ребенок должен ваши дети может быть должны мой ничего не должен Париж привет встанешь еще на гвозди да мы завтра собираемся вставать на гвозди иногда от того что не хватает любви мужского плеча и так далее уже отвечала на этот вопрос мне кажется это я об этом даже не задумываясь у меня нет нет времени на это поэтому мне когда появилась Лада у меня пришло осознание того что я хочу еще детей и хочу полноценную семью до этого я вообще не думала я думала что я буду одна и мне так прекрасно мне очень нравилось некомфортно быть собой нет я ни разу не задумывалась о том что как мне грустно без мужчины ой-ой-ой я ни разу не задумывалась потому что если ну это это вообще неправильно это неполноценно это значит вы неполноценны если вы если вам не хорошо с самим собой как ну другим людям будет хорошо с вами мне хорошо с собой и у меня нет таких мыслей что мне грустно без мужчины ну я год не общалась с мужчинами наверное потому что мне хорошо с собой и как раз таки вот сейчас почему-то мне стало тяжелее впустить но я вселенной показала что я могу я походила на свидание зарегистрировалась на тиндере общаюсь у меня появились в телефоне мужчины да и это не значит что надо сразу с кем-то встречаться ты встречаешь свою судьбу ты просто показываешь вселенной что ты готов ты делаешь для этого шаги ты не сидишь дома и ждешь пока твоя любовь к тебе придет это всего лишь общение но уже ты показываешь что да да я не против была бы наверное в чем-то себя ограничиваете расскажите нет в моей жизни ничего не поменялось лада пришла в тот момент наверное когда я уже вся нагулялась и у меня абсолютно другое отношение к жизни нет ничего не поменялось в моей жизни в моей жизни поменялось только что я полна любви теперь еще больше так это мой ребенок я ее очень люблю она мое отражение она так похожа на меня еще плюс у нас еще появилась крыса которую я тоже так люблю я не представляла что так можно любить крысу крыса ничем не отличается от собачки понимаете это твое это прям вообще такая любовь мой маленький крыс вот только больше любви во мне стало женщину наполнять ну и еще конечно же влазит влазит родитель у нас как есть внутренний ребенок так и есть родители которые вот так вот и говорит должен надо нужно немножко фильтровать этот момент и все так так лиза закалим межбровку у меня нет морщины чтоб ее закалывать ну если будет конечно закалю но у меня такая мимика она показывает все мое счастье на лице Владу растила мама Владу растила я мне когда пишут Владу растила мама в смысле с шести месяцев я до восьми лет я я я я я а то что она какой-то период жила с папой и это это уже растила ты уже говорила про вес у меня нет уже в губах ничего мне кажется что когда я делала губы с фильтром они чуть побольше губ у меня уже нет губ у меня нет нужно подколоть наверное маленькие но мне стало так нравится все естественно что не хочется делать вопрос к вам почему ваш ребенок у вас все время на руках положить его и не брать на руки то что ребенок кричит плачет это абсолютно нормально но я Влада вот плакала ревела я просто шла в душ делала свои дела включала наушники это абсолютно нормально что маленький ребенок плачет но если вы будете приучать его к рукам ну это не очень хорошо для вас в первую очередь а ты красивая женщина но мы уже только что темы это обсуждали бегать из отношений в отношения эта тема была как видите не очень правильная для меня тут уже осознанно относишься к себе и к миру который ты сам создаешь поэтому тебе хочется мир я хочу чтобы мой проводник был особенный в мир любви потому что я не любила никогда в этой жизни и у меня где-то присутствует страх потому что это будет для меня что-то новое и то что для меня было любовью это я видела в детстве в отношениях родителей в телевизоре какой-то образ сложился любви но это была не любовь для меня любовь сейчас это такое чувство очень серьезное поэтому где-то вот я даже говорю мне начинает сердце щеметь потому что где-то конечно мне я очень свободолюбивая и ой столько раз в моей жизни в отношениях я делала практику одну никогда в отношениях я не была с собой и меня всегда все пытались изменить а я считаю это не любовь потому что когда люди встречают друг друга они любят друг друга они не пытаются изменить друг друга они принимают друг друга такими как они есть есть ты есть он вот он такой и не нужно хотеть никого поменять где-то можно направлять друг друга и это круто но то что меня хотели все изменить когда парень с тобой знакомится вот с такой в таком топе а потом тебя постоянно все хотят переодеть ну такое дело не очень это люди у которых ну это не любовь когда они говорят о любви о заботе это не любовь не любовь может ли быть любовь супруга без секса я думаю что бывают разные периоды в жизни иногда секс бывает ну секс должен быть все так если сопружеская пара и я считаю что женщина она в принципе должна вызывать восхищение своего мужчины когда он смотрит на нее и восхищается получается когда мужчины знакомились со мной они восхищаются им нравится что на меня все смотрят а потом в какой-то момент но это уже говорит о их неуверенности в себе не обо мне вот мужчина восхищается своей женщиной и так должно быть и конечно же секс должен присутствовать потому что без секса плохие дела мужчины идут поэтому они ребенок посиделец стал часто врать как поступить скрывает что играет в телефоне постоянно ходит гулять не предупредив ну у меня такой сейчас возраст у детей поговорить с ним какая-то ты уже сильно правильная стала я не могу сказать что я правильная но когда меня спросили какие у меня есть недостатки только то что я пью кофе а ворчливая бываю и могу давить немножко вот это я сейчас кстати это после гвоздей мне пришло что я поддавливаю общение с мужчинами тоже это у меня от мамы это надо убирать мне нравится все таки быть девочка девочка лапочка лапочка домашнее обучение она уже давно закончила я живу там где я хочу жить и поэтому у меня есть жилье в топсе я там никогда не буду жить продавать его тоже мы решили не продавать вдруг все таки Россию закроют сейчас цены на побережье врастают а где я буду жить я еще не определилась может я уеду жить в Лондон Тяжело в таком состоянии найти мужчину? Ты одна? В каком состоянии тяжело найти мужчину? мужчину найти никогда не тяжело вообще что-то найти в этой жизни не тяжело девочки 3 раза была замужем что значит тяжело найти мужчину и замужем плюс у меня было тысячи поклонников мужчину найти легко своего человека найти. Нужно время, и всё. Он придёт к тебе. Кто умеет ждать, тот получает самое лучшее. Поэтому я жду. Найти мужика легко. Я могу завтра начать с любым встречаться. Есть парни, которым я нравлюсь. Потому что зачем? Ну, раньше я могла выйти замуж с того, кто меня любит. Ну, это уж хорошо ко мне относится. Почему мне выйти замуж у него? Сейчас, конечно, всё по-другому. Другие ценности, я другая. Нет, у меня никогда не было пигментных пятен. У меня с кожей в этом плане нет проблем. Как относишься парням лет на 10? Смажь тебя мне как к обычным людям, как ко всем людям. Как считаешь, любовь к отношению со школьных лет? Слушайте, у всех разные ситуации. Есть люди, которые действительно со школьных лет, да даже с садика, любят друг друга и живут всю жизнь вместе. не знаю, если у меня там еще или нет. Такое есть? Что такое любовь? У каждого своя любовь, ребят. У каждого своя любовь. Кому-то людям комфортно быть жертвой. И они знают это, они говорят, мне нравится. У меня есть такие знакомые, где говорят, мне нравится, я хочу, чтобы меня чувак мой бил. Мне нравится, чтобы он мне изменял. Мне нравится, чтобы он на меня орал. Ты сидишь, смотришь, понимаешь, что ты не можешь навязать человеку, что он там нездоров, что ему нужно как-то вот немножко изменить свое отношение к жизни, потому что это его жизнь, ему так нравится. А для меня главное, чтобы человеку было комфортно и ему нравилось. Если человек не считает, что это мешает ему, то ради бога, пожалуйста. Это черешня, я обожаю черешню. Ради бога. Многие люди, они не хотят работать над собой. Вообще не понимают, когда мы говорим о развитии. Вот я сейчас сижу, говорю, а многие даже не понимают, что это, как это, что это за практики, что это за трансформация. Видишь, я максимум на сколько лет старше мужчины? Не, я не могу сказать. Я не знаю. Чарли Чапли, на сколько, на 40 или 50 лет был старше свою жену? Не могу сказать. Я не задавалась таким вопросом и считаю, что любовь, то что-то такое особенное, что это может быть, может у меня 90-летний дедушка будет. Не знаю. Конечно, мне нравятся более молодые мужчины и до 45, но это зависит от того, как выглядит мужчина, потому что у меня есть знакомые в 35, которые выглядят на 45, и в 45, которые выглядят на 35. Конечно, мне нравятся мужчины, которые подтянуты, ухаживают за собой и ухаживают за собой везде. И про внутренний мир тоже мы говорим. И еще я не приемлю сигареты. Вот для меня того сигарета. Ой, я в молодости вообще не вдавалась подробностей ничему. Я этого и не скрываю. Такой молодости, давайте брать так, уж честно, два года назад начался мой путь к изменению себя, когда я осознала, что у меня есть некие проблемы, с которыми постоянно вылазят у меня, что я хожу по кругу, и многие из нас ходят по кругу и не знают, как из него выйти. Вот. Пару лет прошло, а вот так вот стабильно год. Поэтому абсолютно рассказываю все, как было. Задница. Но я была очень свободна в плане всего. Сейчас немножечко по-другому. Но и другие ценности. Димачик, я тебя блокирую, потому что мне как-то вот... Мне бы не понравился мужчина, который курит сигареты. Ну, либо ему пришлось бы бросить. Ну, прям вообще не хочу, чтобы от человека пахло. Фу. И этот человек уже... Взрослый человек сам понимает, что он себя травит, уничтожает. Как считаешь ли, кажется, что отношения приелись, это больше привычка? Я никак не считаю, должны вы считать. Какую книгу вам посоветовать? Я не знаю, какой вы жанр предпочитаете. Нет, алкоголя я не пью. Слушайте, кстати, многие из вас знают, что такое образование. Есть высшее образование, например, институт. А есть образование, вот как я обучаюсь. И у меня таких корочек как раз-таки много. И я постоянно, постоянно расту. И сейчас я хочу пойти обучаться. Это и есть образование. Вы можете... Образование даже вы можете получить сами в интернете. Сами обучаться на YouTube-канале. Ну, это я так... Чтобы многие хотя бы были в курсе, что такое образование, зайдите и почитайте. Ты можешь сам получать образование даже через интернет. Главное, что ты это делаешь. Много знают друг друга. Итак, я родила в 16, меня презирают. Ну, это тоже промышление, понимаете? Вы не должны думать об этих людей однозначно. Представляете, я думала о всех. и это ваша жизнь, это ваш ребенок. Поэтому самое главное вообще не думать и не париться. Столько людей, которые ограниченно мыслят, думают. Вам зачем это? Вот у нас так устроен народ, особенно женщины, которые любят поболтать, не поддержать 16 лет. это ребенок, 16-летнего ребенка. Не поддержать его, помочь, а ходить и строить козни. Почему? Потому что своя жизнь не удалась, своя жизнь ни о чем, поэтому нужно потравить ребенка. Еще раз повторюсь, 16 лет – это ребенок. Ты сообщества анонимные посещаешь наверняка? Да, конечно, каждый день анонимные сообщества посещаю. Мне не нужны анонимные сообщества. Я могу о себе, о своих планах, на жизнь, о своих мечтах говорить на большую аудиторию. Поэтому анонимно посещаю те, кто прячется. Разрешайте Владе встречаться с парнем? Если Влад захочет встречаться с парнем, конечно, он будет встречаться с парнем, естественно. Что в этом такого? Я никогда не брошу. Причем тут бросить травят до сих пор. Если вы пишете об этом, то вы ведетесь на эту травлю. Вы об этом паритесь, вы об этом думаете. о, а это вас так кидает вниз, назад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это очень нехорошо, это нужно все очищать от своей головы, вынимать. Девочки, бывают медитации разные, поэтому на курсе мои девочки уже знают, что такое. Когда я их погружаю в глубину медитации, где половина девчонок вырубается у нас, а кто-то летает, Медитации бывают разные. Вы можете медитировать 10 лет, просто сидите, но вы никогда глубоко не погрузитесь. Дайте, пожалуйста, я вообще ругаюсь каждый день, но любовь есть с двух сторон. Постоянно друг на друга срываетесь. Моя дорогая, всё зависит от тебя, ты женщина. Поэтому что нужно сделать? Заняться своим внутренним миром, а потом посмотреть, изменится мужчина или нет. Если не изменится, вы сами от него уйдёте, потому что вы будете отвечать за свою жизнь. Вы не будете впускать в свою жизнь отравляющих людей. Всё взаимосвязано, всё, что мы едим, наши мысли, всё должно быть чистое и красивое. Всё вокруг нас создаём только мы. Абхазия, я так не доехала. Я увидела видение, в Абхазии. Напишите, пожалуйста, я не помню, в Новом Афоне есть на горе, по-моему, старая разваленная крепость. Правильно? Потому что я была в детстве там, и я не видела этого, ну, получается, это воспоминания вышли мои с детства. Я уверена, что это точно Абхазия. Лиза, подскажите, можно купить курс в записи? Ой, я сейчас не знаю. Не знаю, мы будем делать, наверное, следующий поток, только более такой. Уже. Первый курс, да, для того, чтобы посмотреть, как что работает, и уже нести некоторые корректировки. Но он работает на 100%, уже есть результаты, что меня безумно радует. А самое главное, то, что я говорила вам, вот сегодня будет у нас трансформация, это самое мощное, именно погружение, куда я погружаю людей. И это мощно, это круто. И после этого действительно у людей происходят результаты в жизни. Некоторые, конечно, шторят, но это мы убирали всякую грязь, то, что уже люди даже не понимают и не осознают, что живут с этим. Вот. И, конечно, девчонок прям шторило. Но зато потом будет такой кайф. Да, я увидела, я это хочу в Абхазию. Мне нужно прям в Абхазию. Представляете, я увидела в детстве. У меня есть воспоминания того креста, который я видела. Ну, естественно, это воспоминания, потому что я испугалась. А тут я стою на этой горе, это крепость, и вот своими детскими глазами увидела. Это мощно, потому что это воспоминание где-то давно уже спряталось. Я не считаю, что секс — это для здоровья. У нас разное понятие. у меня со здоровьем всё хорошо. Я не болею уже второй год. Иногда полезно людям побыть одним, когда особенно... вот. когда особенно были такие долгие отношения, они были нездоровые, естественно. Сейчас в моём окружении появляются здоровые люди. в Афоне очень красиво. Это место, где пропали мои видения. Я увидела... Если вы с Абхазии, вы знаете, что там стоял крест, когда проходил Николай II, поставили крест, и потом он сгнил, его убрали, и что его не все люди могут видеть. И мне было 13 лет, его увидела я и мама, а бабушкой строй нет. У меня был дикий испуг, потому что мы проходили, там ничего не было, а издалека он виднелся. Мы подходим, его нет, он есть, его нет. И я тогда очень испугалась. В детстве прям для меня это было, ну... И сильно, кстати, отравилась. Два дня я не вставала с кровати. Делали повторно. Вот мне, конечно, наверное, надо бы сделать, но из этого лицо оттекает. Вы должны быть готовы к тому, что будет отечность все равно. Будет отечность. Ну, я уже давно делала, у меня полгода держится, мне надо опять делать. Я не рассказываю Владе про секс, я думаю, она больше знает, чем я даже. Ребята, ну посмотрите ТикТок, и какие блогеров они смотрят. Инстасамка свой упор наслила. Ну, о чем мы говорим? Роман, привет. Вся моя жизнь толкала меня на то, что я хожу по кругу. Вроде бы где-то неплохо, а вроде куда-то штормит. И нужно что-то менять. Чтобы что-то менять, нужно убирать, прощаться с прошлым, со старым, выстраивать новую жизнь, развиваться, расти, вкладывать денег в себя. В себя, в свой бизнес. Вот все, что вы хотите, чтобы у вас расцветало, нужно вкладываться. Вчера решила уйти от него, занимать детьми. Думаю, может вернуться, все-таки дети. Вот это может быть. Ну да, пускай дети слушают, как маму терят. Это же так классно. Я, наверное, лет шести, семьи подходила, маме говорила, что она ушла от папы. И когда мне было 13 или 12, она от него ушла. Но мы ее просили, плакали, пожалуйста, уйди, потому что нет ничего больнее видеть ребенку, как обижают его маму. Потому что мама для нас это весь мир. если вы любите своих детей, думаете о них, то вы должны бежать и не возвращаться туда. И создать атмосферу в доме. и дарить любовь своим детям. И чтобы они не слышали этого и не видели. Вот это такая травма. Ой. Очень хочу стать блогером, но стесняюсь. Дорогая моя, все нужно прорабатывать. Нету стеснений, нет никаких загонов. Старый опыт, то, что нам в детстве кто-то там что-то сказал. Нужно от всего этого избавляться, удалять, уничтожать. Ничего не думаю про дом 2, не смотрю 4 года телевизор. Дава, дава. Я не знаю, мне это неинтересно. Видно, побуклась по глазам. У меня нет темных кругов. Я делала не из-за темных кругов. Темные круги, наверное, меня бы не парило. Я бы просто замазывала бы тональным кремом. У меня провал. Мне же рассасывали это. Как она называется? Которые губы рассасывают. Тот неудачный гель, который мне подложили под глаза. И поэтому у меня мой жиль тоже ушел. Так, поэтому я делаю. Но мне все равно на это стало. Поэтому я могу сделать, могу не сделать. Я не запариваюсь. Я питаюсь сейчас наверное, 70 на 30. 70 правильно, 30 иногда позволяю себе питаться, как я хочу. Ну, больше правильно, конечно. Но если я очень хочу что-то съесть, я кушаю. Просто раньше-таки вообще мыслей у меня не было. А сейчас, когда я живу с Ладой, ну, бывает, хочется что-нибудь у нее отгрызть. Спасибо ему. Ну, вот я тоже так считаю. Вообще, женщина должна думать в первую очередь о себе. Но все-таки у вас еще есть дети. И о детях. Вы страдаете, страдают дети. Вы счастливы, счастливы ваши дети. Счастье, 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 счастье. Каждый день здесь новый день. Не идите с этим багажом. Получается, люди, смотрите, как живут. Прошлое и будущее. А что будет завтра? А у меня завтра это не получится. А послезавтра мы живем здесь и сейчас. А завтра может и не настать. Одна на заброшится метеорит. Или закроется солнце так, что все. научиться жить здесь сейчас в моменте. И кайфовать от того, что вы делаете. Все. Это все, что вам нужно. Ты изменила все. Молодец. Хорошо. Молодец. Мой девиз по жизни. Он что-то книгу написал. Девчонки. Многие заморачиваются. Заморачиваются вообще о ненужном. Я говорю, у меня появились вот эти нюансы с работы. Потом думаю, о чем я думаю. Остала на гвозди, у меня просто отвалилась. Понимаете, теперь я думаю, что я куплю гвозди. Мне надо каждый день на них стоять. Кто будет моим проводником дома? Влада. Я покупаю, хожу утром, так как я люблю гулять. Гулять. Я не выхожу в Инстаграм. Не могу что-то снять, но я не выхожу в Инстаграм. И если я еду в ресторан, могу еще выпить кофе. И все. Маму или папу любите больше? У меня нет такого, что я кого-то люблю из них больше. Они мои родители, я люблю их одинаково. До какого-то возраста я безумно там любила и маму, и папу. Чем стала старше, мне появился свой ребенок, ты начинаешь любить очень сильно своего ребенка. но раньше у меня очень большая-большая любовь и привязанность к моей старшей сестре. Она мне как мама и папа. Вот. Видите, я от нее даже съехать не могу. Такая сильная привязанность прямо у меня к ней. Она для меня прямо номер ван. Моя сестра. Бывает, что у нас, конечно, что-то не сходится, но все равно для меня моя сестра прямо. Она вот воплощение женщины, но мне бы хотелось такого мужчину, потому что она с детства во мне заботится и с детства мне много чего дает. И я всегда знаю, что у меня есть маистра. Я энергопрактик. Я татахиллер. Я работаю с подсознанием. Сейчас я хочу пойти обучаться более тонкому плану. Виденью. Это совсем уже другая школа. Это уже связано с йогой. Но мне надо, потому что я такая... Когда я в состоянии умиротворения покоя, это я в состоянии, в медитативном состоянии. А когда я выхожу в жизнь, вы видите, я такая... Бежать действовать. Надо успеть в день все делать. Я купила пять книг. Знаете, сколько я купила книг опять? Семь книг. Семь книг. Прочитаю из них я одну-две. Вот. Потом опять куплю новых книг. И так я к ним прихожу. Время пришло прийти к этой книге. Саша и Оля. День варенья. Надеюсь, как начать обучаться. Я не знаю, чему вы хотите начать обучаться. Как у вас с младшими сестрами, братья? Я особо с ними никогда не общалась. И я жила в другом городе, поэтому я не живу с родителями с 13 лет. Наверное, это тоже играет большую роль, что с 13 лет я жила с бабушкой, с дедушкой. Поэтому братьев и сестер я почти не видела. Но у меня такое отношение к них. Я их очень люблю. Но мы с ними мало общаемся. Богатого мужчину отцепить это успех? Нет. Но это же не ваш успех. Не вы же богатая. Богатого мужчину. Есть богатые мужчины, которым, например, нравятся женщины далеко не успешные, но нравятся они на ночь. Поэтому, когда девочки сидят и рассказывают, какими они парнями познакомились с мужчинами, и у них есть то-то, то, что у них есть это, это не значит, что будет это у вас. Даже если вы будете встречаться. Девочки, занимайтесь своим внутренним состоянием, внедрять новые привычки. Не ходить в эти страдания, а внедрять новые, новые правила в свою жизнь. Вы хотите поменять свою жизнь, при этом ничего не делая. А это нужно делать. Это нужно делать систематически. Чтобы мозг с вами не игрался, для этого есть записи. Каждый день ты проверяешь, что ты сделала, поэтому я записываю. А то, если ты не будешь записывать, ты можешь 10 дней слушать мантру, а потом в один день мозг к тебе специально заиграется. вырубившись, забудешь. Обязательно прописывать, потому что иногда мы делаем те вещи за день, которые мы даже не помним. Мы живем по шаблону, мы не помним. и мы создаем новые шаблоны. Хочешь поменять жизнь? Поменяй себя. Это я не у тебя. Лизонька спрашивала. Там был вопрос. Может быть, для кого-то успех бывает разный. Для кого-то успех, из-за того, что она вышла замуж и родила 5 детей. Для кого-то успех проявляется в его реализации в этой жизни. Все люди разные, мы же все разные. У нас разный организм. Нам подходят разные крема, разные таблетки. У кого-то аллергия на это, у кого-то на то. Также с успехом. У всех разный успех. Для кого-то я вообще не успешный человек. И это абсолютно нормально. А для себя мне комфортно так, я успешна. Понимаете? Как кто хочет, так считает, думает. И как главное, кто счастлив. Что за последнее время мне больше всего запомнилось? Мне все запоминается, наверное, хорошее. У меня сейчас такой был переходный момент, где я много чего подчеркну для себя, как надо и как не надо. Вот. И уже ты создаешь сам свой учебник, своих правил. Главное, что ты на все смотришь осознанно, на какие-то неудачи. Ты понимаешь, как не нужно делать в следующий раз. Честно, не люблю, когда мне делают макияж визажисты. Вот правда. Очень редко кто-то делает хорошо. Я не люблю поэтому ходить к визажистам. Как накрасят тоналку, так вот у тебя, такую тоналку, я не знаю, используют, как будто у тебя морщины есть. Я не люблю визажистов. Срываешься на дочь? Нет. А мне срываются те люди, у которых в жизни... Срываются те люди, у которых какие-то траблы с собой. У меня их нет, поэтому у нас такого нет. Поэтому я достаточно комфортно себя чувствую. Даже если мне что-то не нравится, я себя спокойно чувствую. Нет. Я даже не кричу. Я ему говорю, давай быстренько сделай. Вот так я могу сказать. Не стали интересным. Я бы хотела попробовать. Я подписана на двух девушек, которые проводят ретрип в Европе. И я бы хотела попробовать. Я считаю, я достаточно готова к этому. Помириться? У меня нет такого, если захочу помириться я, я подойду. Если она, она... У нас нет такого, что мы ругаемся. Вчера вот из-за зарядки она мне что-то сказала. Я просто ей сказала, что все. И мы не разговаривали до вечера. Она подошла ко мне. Такого нет. Если я хочу, я подойду. Я очень быстро забываю вообще все. У меня такая память. Это очень, кстати, хорошо. Иметь такую память. Когда ты все забываешь. Быстро. Зачем вы вообще это себе храните? Я быстро все забываю, и у меня сразу все тюси-пуси. Иногда, конечно же, я даже бывает себе записываю. Ну, два раза так было. не разговаривать. Но мне не получается. Я всегда такая была. Я считаю, что нет смысла обижаться на кого-то. здесь живете. Я живу везде. Я тоже обожаю свою память. Ни на кого не обижаться. Не думать ни о чем. Вот если люди негативные приходят, если в твою жизнь негативные, для тех, что в них не нравится, посмотри, прими. Если что-то в них не нравится, и это есть в тебе. Я в этой ситуации недавно была. Оп, я так прописала. Наверное, это есть во мне. А это есть во мне? Спросила своих друзей. Я такая... Окей, все, и отпускаешь. К нам приходят все не просто так. Поэтому кого когда-то я раздражаю, это есть в вас. То, что вас раздражает во мне, это есть в вас. Но вы не можете это признать. Ты работаешь? Нет. Я не работаю. Не знаю только, кто меня кормит. И людей, кто на меня работает. Есть люди, думают, что они забыли, но они не забыли. Вот у нас была такая практика, и девчонки писали, они думали, что они забыли, но они погрузились, они далеко не забыли, что... Поэтому... Круто погружаться. Погружаться. И... Что еще? Сегодня отличный день, ребята, для создания новых целей. Поэтому сегодня вы можете создавать себе цели. я не готовлю, я не готовлю, готовить не собираюсь. Мы заказываем, покупаем готовую еду. Когда Влада вернулась, я думала, что я смогу готовить. Нет. У меня хватило на два раза. Не хочу готовить, тратить свое время на это. Мне не нравится это. Раньше мне нравилось готовить. Сейчас нет. Могу салат порезать. Ну, может, завтрак сделать. Ну, чаще я выхожу, покупаю готовую еду или заказываю. Не знаю. Готовить, мыть посуду. Ох, нет. А если цели не сбываются годами? Ну, во-первых, я уже рассказывала, может быть, у вас стоит блок на эти цели. И вообще, как многие люди, хотят миллион рублей, но они ничего для этого не делают. И вообще, они даже представить в своей голове, у них нет этого миллиона рублей. Они в жизни его не держали, не знают. Они там больше 20 тысяч рублей или 50. Ну, это к примеру. Но они хотят. Нужно сначала что сделать? Нужно сначала, чтобы это вообще появилось в вашем мышлении, в вашей голове. Для этого люди и работают с собой. Вот. А потом к этому миллиону идти и ставить цели. К цели ставить цели. Как? Как я могу заработать первый? Понятно, что ты не заработаешь сразу миллион рублей. Очень редко можно на тебя свалиться. Это как такая некая удача. Но не факт, что потом ты будешь зарабатывать. Ты идешь шажками. Знаете про Джим Керри? Что он написал себе? Чек выписан на 5 миллионов долларов. Через 5 лет он его получил. И он ходил на кастинги, и просто выиграл в стрёмных фильмах. Но всё равно он показал вселенной, что он готов, и он шёл к своей цели. Это, о чём я рассказывала в начале эфира. Дочке деньги даёшь? Если нужны, конечно, даю. Но если она идёт гулять, то я даю нормальные деньги. Так, 4-5 тысячи, и она может погулять за тусовку прогулять. Ну вот. Ну мы сейчас будем делать отдельно и карту. И будет зарабатывать у меня. А не, кто-то другая. А чему ты сможешь дочь научить? Всему тому же, что вы можете научить своих детей. И все дети по-разному, как и все люди воспринимают информацию в этой жизни, поток этой жизни, потому что мы рождаемся уже с определённым характером. Как ни крути, вы можете что-то подкорректировать. Ну, по крайней мере, я не хочу, чтобы мой ребёнок в чём-то нуждался или что-то должен был заслужить у меня и так далее. Вот. Я хочу, чтобы она была свободная. Свободная в своих мыслях, свободная в своей жизни. Вот. Ни к чему не привязывалась. Мы позавчера с ней разговаривали. Я говорю, я твоя, конечно, мама, ты меня любишь, но ты не должна привязываться. А ты не должна привязываться даже ко мне. Как депутаты не живут? Депутаты живут, я думаю, ещё поболее. Он ударил меня по губам. Это норма? Ну, я считаю, не норма посылать на три буквы мужчину. Вы унизили мужчину. Мужчина? Мужчина? Прямо, если мы говорим про мужчину, то он не позволит так сделать. И вам нужно работать над собой однозначно. Как нужно жить своей жизнью? Что значит плохой кому-то, когда меня спрашивают, что сделать с этим человеком? Лишь как, девочки, вы вообще о чём? Зачем думать о ком-то, о чём-то? Вы живёте для кого? Люди, то, что о вас поговорят, они о вас не думают. Они не знают, что у вас внутри творится. Они вообще всё равно. Они просто хотят поговорить. Но это люди, которые бездельники. Им нечего заняться. Более глобальные нет. Ну, вот я вам говорю, может, у вас стоит… Вы поставите себе такие цели, такие желания, на которые у вас стоит блок. Они поэтому у вас и не сбываются. Мне сказали, чему я могу научить. Ребёнок может быть свободный. Я была свободна в своих мыслях. Я всегда думала не так, как другие дети. И мне это очень легко удалось. И я легко по жизни, поэтому иду и шла. Для того, чтобы советы давать. Девочки, жуки, пусть нас не пугайте. Не привязываться к маме. Ни к чему не привязываться. Не только к маме. Ни к чему не привязываться. Вам не понять, потому что вы на другом уровне и со мной общаетесь. Вам этого не понять. Вам много чего непонятно, что я здесь говорю. Чтобы это понять, нужно сначала с чего-то начать, а потом со мной разговаривать. Многие не понимают, что я буду говорить, сейчас рассказывать, потому что вы не начали этот путь. то и значит ни к чему, ни к чему, никому не привязываться. Ни к своим детям, ни к родителям, никому. Это и есть свобода. Свободный человек, который не привязан ни к чему, никому, никак. Это говорит не только о людях. Если вы понимаете, о чем я говорю, это обо всем. Обо всем, что в вашей жизни есть. Обо всем мире. Нужно развиваться во всех сферах. Вы можете развиваться духовно, но будет прогибаться у вас какая-то другая сфера. Это же тоже неправильно. Это же самое, что я пришла в зал, я уже рассказывала, я качаю одну руку. Я хожу с одной накачанной рукой, здравствуйте. Красивая я буду с одной накачанной рукой? Нет. Нужно развивать все. Все. Это глупости, когда плохо бежишь к родным. Что значит плохо? Как ребенок разговариваете. Ребенок ударился и бежит к маме. Я сейчас разговариваю с детьми. Может вы уберете просто это слово плохо? Бывают моменты, когда хочется поговорить с близкими людьми. Вот так вот. Это будет, наверное, так говорят взрослые люди. А то я маленькая, меня обидели, я пошла поговорю с родителями. Чего? У многих из нас не проработан как раз таки вот наш внутренний ребенок. Поэтому многие много и плачут, потому что я поплачу, меня пожалеют, а еще многие поэтому часто болеют. Я болею, я всем напишу и скажу, как мне плохо, я приболела, чтобы мне близкие уделили внимание. Семья. Предков сидеть дома, якобы ставить какие-то цели, притом просто работать на обычной работе, когда есть семья, муж. Надо соблюдать, быть дома, ходить на работу, помогать с учебой, ребенкой. Ну, я же говорю, мы с вами общаемся с некоторыми людьми на разном уровне. У меня тоже есть ребенок. У меня будут еще дети. И у меня будут по-другому. А это ваш выбор, как у вас. И что значит ходить? Вот это слово. Вчера мне тоже написали нормальная работа. Давайте так. Что значит нормальная работа? Тридцатилетие. Тридцатилетие – это только начало, девочки. Почитайте Юнга. Почитайте Фрейда. Тридцать лет. Тридцать лет. Мы еще так молоды, мы дети. Вот. Что значит нормальная работа? Вот у вас нормально ходить на нормальную работу. Получается, моя работа ненормальная, но я получаю намного больше, чем вы. Да? Так получается. Что значит нормальная работа? Мне интересно, когда мне люди пишут про нормальную работу, а типа у блогеров ненормальная работа. Это новая работа. То, что вы остались где-то там во времена динозавров и не развиваетесь. Это говорит о том, что вы как раз таки не растете и вы не развиваетесь и не знаете, что появилось помимо блогерства. Еще, например, в моей команде дофига куча новых профессий, потому что вы не развиваетесь, вы отстали, вы там, и вы не знаете, что это такое. И когда мне пишут, ты на нормальную работу пойди, на какую? Что значит нормальная работа? Я хочу услышать сейчас, что значит нормальная работа? Просто очень интересно. Кому-то кайф не работать, кому-то кайф работать. Я не могу без развития. И причем это не про деньги, это про то, что чем-то заниматься, увлекаться. Социальная помощь и так далее. Стаж. Стаж. Если я 20 лет, я занимаюсь целительством. Это стаж или стаж у вас, что, в пенсионном вы имеете в виду? И что значит нормальная работа? Если вы получаете 20 тысяч, а я 20 тысяч просто за одну сториз получаю, у меня ненормальная работа, а у вас нормально. Ну окей. Как-то может быть что-то я не понимаю. Что значит нормальная работа? Для меня нормальная работа это та работа, которая нравится вам, и мне. Если вас устраивает ваши 20 тысяч, вы счастливы, и вы любите свою работу, это нормальная работа. А ненормальная работа это когда вы идете туда, где вам абсолютно не нравится. Вот это ненормальная работа. Чем он будет по жизни заниматься? Не все хотят быть блогерами и наоборот. Вот сто процентов. Нет нормальной работы. Нормальная работа это хобби. Молодец. Правильно. Да поверьте мне. И не надо. Классно на пенсии вы будете жить на свои там 20 тысяч рублей. Я не знаю, сколько сейчас пенсия, конечно. Но при этом будете зарабатывать всю жизнь 10-15 тысяч, не позволять себе того, чего вы хотите. Жить несчастливо вот это ненормально, ребят. Нормально это быть счастливым человеком. Но когда люди говорят нормально это выйти на нормальную работу. Но вы меня смотрите, не я вас. Как бы поэтому давайте называть вещи своими именами. И развиваться все-таки, расти, понимать, что жизнь изменилась. Вы представляете, за этот год как все поменялось? Вот за этот год, за карантин появилось очень много новых профессий, которых вы не знаете. Может, где-то я не знала год назад о них. Но сейчас я знаю, что люди в интернете не блогеры. Поверьте мне, за блогерами еще есть люди, которые стоят за ними и зарабатывают многие намного больше. Больше. Как же врачи-учителя. При чем здесь врачи-учителя? Девочки, вы о чем? Вот я сейчас говорю вам, а мне кажется, вот вы не слышите. Это и называется разный уровень, понимаете, мышления. Я говорю, что нормальная работа это то, что вам должно быть от этого хорошо и вам должно нравиться и вас должно устраивать. Ваша жизнь, ваш заработок, ваша работа. 20 это 10 тысяч, неважно, если вы счастливы с таким доходом. Есть люди, которые зарабатывают большие деньги и они не счастливы. Поэтому я говорю, что значит для кого нормально? Для меня нормально это там, где есть счастье. Надеюсь, я правильно сказала и кто-то меня, хоть кто-то поймет, что я имела в виду. да. Думаю, что здесь все-таки поняли. Лиля? Кто такая Лиля? Что работаю парикмахер, хотя есть высшее образование. Она говорит, что это не работа, нужно работать повыше. Нет. Я не согласна. Вы делаете людей красивее. Если вы любите эту работу, я вообще считаю, что индустрия красоты это круто. Каждый день делать людей красивее. Я, получается, тоже работаю в индустрии красоты, но я делаю изнутри красивее. И вы помогаете людей, вы их преображаете. Это прекрасная работа. Это прекрасная работа. Прекрасная и достойно оплачиваемая работа. Поэтому нужно делать так, как вы хотите. То, что старики там гордятся, я же говорю, они думают еще, они еще там живут, понимаете, они там остались. Но вы, люди, которые живете сейчас в это время, 30 лет, надо как-то понимать, что все уже новое время, новая эпоха. Нормально работает и не только рабочая сила, да. Нормально работает это. Да что значит нормально? Любая работа нормальна, если вы ее любите. Может, кому-то нравится подметать полы. Он кайфует от чистоты. И считать, что это его призвание. И он счастлив от этого. Ты разговариваешь с этим человеком, а он в гармонии, он счастлив. Что ты можешь сказать ему? Это ненормальная работа? Все тоже промышление такое. Не понимаю, просто люди все время это спрашивают, когда пишут людям, ты выйдешь на нормальную работу. Блогерство – это типа можно смешать. Вот есть блогеры-юмористы, как Арай с Ирой. Они как актеры. Потому что вы приходите, на них смотрите, вы смеетесь, улыбаетесь. Мы себя снимаем постоянно. Это вы, по-моему, написали про ресницы, про ногти. или вы с кем-то там переписываетесь. А здесь нет такого лимона подписчиков. Кому что нужно? Кому-то нужен миллион подписчиков, а кому-то нужны десять тысяч подписчиков, но твои люди. А я как про парней писала, так и про подписчиков. Я сейчас ушла в другую нишу. Лучше пускай будет десять тысяч человек, которые будут хотеть и понимать, что такое внутренние изменения, внутренний мир, как с собой работать. Чем масса просто приходит и просто вообще не понимает, о чем я говорю. Инстаграм уже никогда не закрою. Закроет инстаграм, откроется что-то другое. Нет, я не стала готовить борщи, не собираюсь готовить борщи. Я создана не для этого. Это тоже говорит о том, что раньше мне это нравилось, сейчас мне это не нравится. Я женщина, я хочу делать то, что мне нравится. Вот правильно писали. Блогер с мозгами. Блогер с мозгами, не будет инстаграма, найдешь что-то другое. Люди, которые умеют зарабатывать, они зарабатывают всегда. Деньги к ним приходят всегда. Это промышление. Ладно, девчонки. Наконец-то кто-то случится, что быть счастливым. Это главное. Самое главное. вы сами создаете свою реальность. Пока у вас будет в голове, что все плохо, или у вас будут страхи, то так и будет. то так и будет, девчонки. Так. Ладно, девочки, я пошла. У нас сегодня 8 часов встречи с моими девочками. Приходите, если хотите развиваться. Такие поговорили. Нормально, ненормально. Это тоже промышление. Нормальная работа. Вот у человека и не будет никогда нормальной работы. Потому что он даже не понимает, что это такое. В ее голове нет понятия, что это. Нет понятия. Вы можете маленькими шажками идти к своей цели. А кто-то может идти огромными шажками. И все намного проще, чем вы думаете. Просто нужно вкладывать силы в свое... силы, деньги в свое развитие. И все будет у вас. Нет, вам написали, что грудь не очень. Так что, девчонки, насчет курса я вам сказала, потому что я уже начала прописывать после гвоздей. У нас, конечно, такая методика там очень крутая, мощная. Поэтому мы не сразу начали работать с подсознанием, с трансформацией, чтобы не перегружать девчонок. Там есть все. Если вы начинаете только начальный этап к медитациям, вообще к своему мышлению, с работой подсознанием, то он именно такой лад. А есть люди, кто уже немножко на другом уровне. Вот, девчонки после курса уже будут на другом уровне и уже будут, могут идти просто на трансформационный курс, где мы работаем только с подсознанием. Так, почитайте в моей шапке профиля, кто я. Психологи уже тоже работают по этой схеме. Если вы будете придете к психологу, он будет с вами просто разговаривать и не водить вас в состояние гипноза или не работать с вашим подсознанием, то вы зря к нему пришли. У нас курс уже закрылся. Может, как я помню? Ой, там что-то создали чат без меня, я просто не поняла. Вот. Так, что я хотела сказать? А, курс у нас уже идет. Вот он, 21 числа. Просто я, может быть, немножко его скомпакую, немножко сделаю меньше дней. Но будут сейчас проходить онлайн-классы. Онлайн-классы это как раз-таки у нас на всем курсе 21 день только всего лишь одна трансформация, чтобы не перегружать, девчонок. Вы можете прийти и посмотреть, но там была трансформация, чистка. Вот. Например, сегодня мы будем, наоборот, загружать новое. Поэтому будут онлайн-классы, там много человек, потому что трансформационные карты, конечно же, если много человек брать, то времени очень много понадобится. Поэтому есть такие небольшие, прям маленькие, совсем маленькие сейчас будут онлайн-классы, потому что я решила еще карты. Карты, потому что я посмотрела, вам в прямом эфире понравились мои трансформационные карты. вот. Вот. Поэтому приходите. у нас интересно, у нас женский круг. Волосы отрастают. нет, у меня нет комплексов. Мне прекрасно. Зачем комплексы нужны? Жизнь одна. Это все где-то там осталось. Комплексы это тоже что-то навязанное извне, и на этом не нужно заморачиваться. Все, девчонки, я вышла. Так что, если хотите, приходите к нам. Все, отличного вам настроения, шикарного дня. Что могу сказать? Скучала, люблю. Вы самые лучшие. Знаю, что половина вам даже что-то не нравится, не отвлекается, что я говорю, все равно к этому придете. Раз вы меня смотрите. Такое бывает. вот. Это тоже есть, есть и даже зайдите, пожалуйста, посмотрите мои сторисы и найдете. Все, всем хорошего, прекрасного настроения, девчонки, парни. Что там, девушка писала про мою грудь? Могу даже ей подвигать, потанцевать. Вот. Все, обняла вас, ладно. Прикольно пообщались, кстати. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok